Ла-ла-ла-ла-ла-ла-й, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, шесть кадров! Они в шутку называют свою работу дураковалянием и творчеством для души. Однако за пять лет не просто стали самым популярным скетч-шоу, поистине народным проектом. Впервые зритель увидел шесть кадров в 2006-м, однако шутить артисты начали намного раньше. Пилотные скетчи снимали в далеком 92-м. Сами мы тогда придумывали, сами их снимали на любительскую камеру. Это был первый прообраз скетч. По сути это был первый скетч. Сегодня над проектом трудится целая команда профи. Сценаристы, продюсеры, авторская группа. Ломать голову над текстами актерам не приходится. Успевает только перевоплощаться. Пишет огромное количество авторов. Есть редакторская группа на канале, которая с нами начинала как авторы. Сейчас они уже как авторы, это одно слово. Как авторы? Сейчас они как шеф-редакторы. Они сейчас как шеф-редакторы, как креативные продюсеры, они занимаются таким фильтром предпоследним. Потому что последний фильтр у нас два. Строжайшее табу на шутки про президента и политику. Курьезы повседневной жизни они подают под легким юмористическим соусом. Никакого цинизма и вульгарности. Мы все-таки родились в такое время, когда был государственно, воспитывались какие-то большие ценности. Поэтому мы в кадре никогда не наступим на хлеб. Мы не смеемся над священнослужителями, мы не смеемся над ветеранами. Дошутились до юбилея. 14 апреля «Великолепная шестерка» отметит пятилейный юбилет. Так назвали артисты свой большой день рождения. Мы хотим, чтобы это был большой вечер. Это будет снимать канал СТС. 1 мая, наверное, будет эфир. Тоже полуторачасовой такой вечер большой будет. И мы хотим, чтобы это было интересно нам прежде всего. Потому что если будет интересно нам, то и зрителям тоже, соответственно, будет интересно. Пять лет только начало, шутят артисты. Съемки новых сезонов не прекращаются. Ведь курьезов и нелепостей в повседневной жизни обычного россиянина хватит не на одно десятилетие. Инна Мельникова, Андрей Зинченко, СТС, Челябинск.